Во имя Свои Свои Сына и Святого Духа, Дальнего Креста и Святого Света. Почитая сегодня всех святых, читая Петка, вспоминаю всех освященных Духом Святым людей, а именно братцев и патриархов, пророков и апостолов, мучеников, священному мучеников, преподобных мучеников, преподобных и праведных, в укресенье уродивых, прежде всех святых жен и всех и прочих святых безымянных, но прежде всех пресвятую владычеству нашему Богородицу и Сангему Марию. Честная всех святых, вскоре после праздника Сушествия Святого Духа, Святая Церковь стремится показать нам славу и благодать Святого Духа, Бога, освящающего, укрепляющего и прославляющего всех святых из рода человеческого в Ветхом и Новом Завете. Особенно желает показать нам те плоды, какие принесло через апостолов при счастье Святого Духа, как оно святило подобных нам людей, умудрило их, возвысило их на степень ангелов и привело их к Богу. Они были увенчаны разными подвигами, но особенно за добродетельную жизнь. Дух совершает то, что превыше законных естества, существующий на апостол в виде огняных языков, он продолжает воспламенять и наши человеческие сердца, поникшие к земле и возносит их к Богу. Все прославленные святые составляют одну церковь, обитают в одном горном мире, и цель сегодняшнего праздника погулит и нас подвязаться во святой добродетели по примеру этих святых ради будущей жизни. Мы слышали сегодня из чтения апостола, как они верою побеждали врагов видимых и невидимых, терпеливо переносили бедность, озлобление, гонение, мучение и разнообразные виды смерти, что через них и ради них совершались и совершаются бесчисленные чудеса. Ивангельское чтение свидетельствует, что все они истинные исповедники святой веры. Они во имя Господа оставляли все, что удаляло их от служения Богу и блаженного соединения с Ним. Зато и Господь Иисус Христос исповедует святых перед Отцом Своим на небесе и устами церкви исповедует их на земле перед людьми. И в наше время все мы должны быть, братья и сестры, исповедниками Господа нашего Иисуса Христоса перед людьми. Но особенно мы, священнослужители, должны открыто и смело проповедовать славу Божию и Его чудеса. Все мы должны без ледности посвящать Храм Божий, стоять в нем с благоговением, с увниманием, изображать на себе крест на знамени, смело исповедовать и возвещать, кому следует, явленное на себе и на других, милости Божией, чтобы и других утвердить в вере и уповании на Бога. Что значит взять крест свой и следовать за Христом? Это значит идти тесным и скорбным путем неприставной борьбы со страстями и похотьми, с соблазнами мира, соискушениями дьявола, терпения, неспоснанной болезни, беды, напасти и гонения. За оставление апостолами всех благ мира и за последовательность и Христу, Господь обещал им величайшую честь престола и суда над всем миром, будущим пришествовать свою на землю. Всем же людям, поставшим благо мира для Христа, стократное воздаяние и жизнь вечную. Как же нам не предаться всем сердцам Господу? Как не потерпеть скорбей и в этой короткой жизни? Притадим же сами себя и друг друга и всю нашу жизнь в Христу Богу. Многие из бывших здесь первыми там будут последними, а бывшие здесь последними будут там первыми. Господь правосудный, перед ним царь и воин вместе пристанут. Священники-миряне, ученые-простые, мужественные и женские полки, все в равном достоинстве, каждый Бог от своих дел или прославится, или постыдится. Сегодня Святая Церковь прославит также святых родного апостола, царей Константина и Еленой. В течение почти трех столетий христиане христианская церковь подвергалась ужасным гонениям. И вот в это страшно ужасное время императорский престол занял царь Константин. Он дал свободу христианам, вернул отнятое церковное имущество, восстановил разрушенные храмы, построил много новых, получил своей матери царице Елене отправиться в Палестину, где она обрела Святой Крест Господин. И на святых местах возлигла святые храмы, содействовал созыву Первого Вселенского Собора и, наконец, сам принял христианство, был первый император-христианин. За все его труды перед церковью он и причислен к лику святых и назывался равноапостонным. Вместе с ним причислена к лику святых и равноапостонных и мать его святая Елена. Их же молитвами да поможете нам, Господь, в мире свил своих содействуя к распространению и христовой веры и во всех случаях жизни прибегать за помощью к силищу, честного и желтвешного Христа Господня и послужить Святой Христовой Церкви. Аминь. Благословение Господне, на вас благослови, благослови, еще и навсегда длинит плеснос и воды не легко.